Сейчас вы услышите мою небольшую переписку с человеком, который попросил в Великобритании политическое убежище. Прежде чем я начну, я сразу скажу тем, у кого особое отношение к людям, исповедующим ислам, это чистое совпадение, что пишущий мусульманин. И в Европе, в том числе в Англии, не только к мусульманам относятся вот так, как описывает этот человек, а ко всем абсолютно людям. Это и называется европейские ценности, когда все люди равны. И если после этого письма вы будете писать в комментариях, что Европа прогнулась под мусульман, и это именно им создаются особые условия, подобные комментарии будут удаляться, а люди пойдут благополучно в бан. Итак, первое письмо я получил еще летом. «Здравствуйте, уважаемый Штарк. Не знаю вашего имени. Я являюсь гражданином России, но в данный момент нахожусь в Великобритании. Хочу подать на беженство, так как устал от того, что происходит в России и в корне не согласен с политикой Путина. Я прошу вас об одном. В одном из своих видео вы рассказывали историю кемеровчан, которые подали на беженство в Германии. Мне бы очень хотелось связаться с этими людьми, чтобы понять, что именно следует говорить в вопросах о беженстве. Или же, если это невозможно, то, может, вы дадите мне какой-то совет в этом вопросе. Заранее спасибо. Здравствуйте. К сожалению, у меня нет связи с этими людьми. Попросить политическое убежище не так просто, как кажется. Сказать «мне надоело» или «я не согласен с Путиным» недостаточно. Этих людей из Кемерово на самом деле преследовали. Он сам потерял работу и мог документально это доказать. Они были активными членами штаба Навального, организовывали митинги, и главный их козырь был их сын. Его посадили на 15 суток за листовки в Кемерово. У них было заключение из милиции, поэтому они могли вещественно доказать, что им не давали жить спокойно. Как я уже говорил в роликах, нужны конкретные доказательства. Фотографии, где вас задерживает полиция с плакатом, заключение экспертизы, что вас избили, может быть обыск в квартире. Одним словом, одних слов будет мало. Но можете, конечно, попробовать. Никто не запрещает вам попытаться. И тогда сами увидите, что у вас будут спрашивать и как реагировать на вашу историю. Обычно, например, в Штатах, просят подробно описать вашу историю, где, кто, как вам угрожал и чем вам мешали жить. Потом с этим знакомится специальный офицер, задает дополнительные вопросы, чтобы выяснить, не врете ли вы. То есть все это достаточно серьезный процесс. Всех подряд не принимают. Ответ. Я понял. Спасибо большое. Ваш совет бесценен. И вот буквально вчера я получил большое откровенное письмо человека, который все-таки решился. Здравствуйте еще раз. Я все еще в Великобритании. Подал на беженство. И сразу хочу сказать, что уже три месяца здесь ко мне относятся лучше, чем в России. Хотя именно гражданином последней я являюсь. И именно ей я платил налоги. Я подал на беженство и сразу через день у супруги начались схватки. Нас приняли в больницы, ухаживали как за родными. Рожали мы в городе Честер. Все было на высочайшем уровне. А отношения персонала просто выше всех похвал. Одна из медсестер расплакалась, обняв меня, услышав мою историю побега из России. Потом мы переехали в Лондон для собеседования. Все заняло часов 10, но нам разносили еду, воду, всячески поддерживали. И даже показали специальную комнату для намаза, где было все для омовения и совершения молитвы. Для меня это важно, так как я мусульманин. Сказать, что я был в шоке, не сказать ничего. Потом за нами приехал автобус и нас отвезли в Хостел. Нам с супругой дали отдельную комнату, ребенку дали кроватку. Каждый день на ресепшене выдавали подгузники, влажные салфетки, зубную пасту, мыло, шампунь, бутылочки, средства для мытья бутылочек и другое. Кормили три раза в день. Кормили достаточно вкусно и уж точно наедались мы до отвала. Дважды в неделю приходили мусульмане и приносили жареную курицу, картошку, плов. Через два месяца нас определили в округ Хаунслоу, Лондон. Здесь мы делим дом с другой семьей из Грузии. Дома есть все необходимое. Нам выдали карту, на которую разово перечислили 300 фунтов за ребенка и еженедельно перечисляют по 38 фунтов на человека. То есть на три человека. Медицина бесплатная, обучение английскому бесплатно. Также я попросил дать мне с женой по велосипеду. Обещали дать в течение двух месяцев. Короче говоря, всех плюсов не перечислишь. Да я и не поспеваю за ними. Одно хочется сказать. Мне жаль людей, которые слепо верят в Россию. И ПОПГ, путинская организованная преступная группировка, верят, что их хамство на дорогах, поликлиники и повседневные жизни делают их особенными. Мне жаль детей, которые проходят этот путь пропаганды с самого детства и вырастают такими же слепыми патриотами. Я счастлив там, где оказался. Здесь теперь мой дом и я сделаю все, чтобы вернуть ту доброту, которую мне тут оказали люди и государство. Я боролся в России против коррупции, но в итоге я понял, что бороться надо вместе с народом. А народ, к большому сожалению, умеет только пить, самоуничтожаться и винить во всем США или, как они говорят, Америку. Видимо, так проще. Но я не такой и дети мои не будут такими. Спасибо вам, Старк, за ваш канал и за вашу отзывчивость. Я уверен, все будет и у нас, и у вас хорошо. Спасибо большое за письмо. Это очень хорошая, позитивная история. Могу я зачитать ваше письмо для всех, без имен, конечно. Просто, чтобы мотивировать людей, что все возможно. Я очень рад, что у вас все получилось. Благополучия вам и вашей семье. Спасибо вам огромное. Почту за честь, если прочтете. Если что, то на беженство я подавал из-за проблем с полицией. С 2009 года записывал произвол сотрудников ГБДД и постоянно писал жалобы в прокуратуру и иски в суд. После 2014 года я выступал против взятия Крыма, далее против повышения пенсионного возраста и вообще против ПО, ПГ и пропаганды. В один из таких митингов в городе Томск меня предупредили сотрудники полиции, что я уже не в том положении, чтобы идти против них. Мол, у них теперь руки развязаны против митингующих. Через пару дней меня остановили, когда я был за рулем и, не вдаваясь в подробности под угрозой применения силы с автоматом в руках, потребовали проехать с ними. Моя беременная супруга была в машине. Я не стал рисковать, сел в патрульную машину. Не буду говорить, как со мной обращались и что мне предлагали сделать, как угрожали, пока я был со следователями. Но в итоге, придя домой, я понял, что надо поскорее уезжать. Уехал к единственному знакомому за границей в Великобританию. Через несколько дней мне позвонил отец и сообщил, что в России я теперь мусульманин-экстремист, моя супруга от всех переживаний, от 17 часов пути, трех перелетов и последнего известия об экстремизме родила на три недели раньше. Старк, вы единственный человек, с кем я решил немного поделиться. Я не слабый человек как морально, так и физически. Но все же я человек и мне нужно было высказаться. На этом наша переписка закончилась. Для тех, кто до конца не понял, о чем все это было. Как вы видите, человек попросил убежище и особых, собственно говоря, причин он для этого не имел, если на мой взгляд. Ну, он говорит о том, что ему угрожали. Он говорит о том, что он сидел в полицейской машине, при этом он не отсиживал срок в тюрьме. У него не было обыска в квартире, то, о чем я ему говорил. Его не увольняли с работы, да, запугивали, но по большому счету, если говорить совсем уж строго, особого серьезного тяжелого кейса у него не было. И тем не менее, человек рискнул, находясь в Великобритании, попросить убежище и получил его. Более того, он попросил убежище вместе со своей беременной женой, что вдвойне правильный поступок. Теперь ребенок, родившийся на территории Великобритании, будет гражданином этой страны. И это значит уже выдворить их в случае чего будет сложнее, чем до этого. Как вы видите, несмотря на то, что человек исповедует другую, не принятую в государстве религию, к нему относятся ровно так же, как ко всем остальным. Сказать, что всем мусульманским семьям необходимо теперь куда-то рвануть, или всем русским семьям вдруг решиться на это, я, конечно, не скажу. Но все-таки, если такие мысли есть, и если есть хоть какие-то основания, я бы попытался. Не ждите от этой страны ничего хорошего. Не ждите момента, когда оттуда побегут миллионы. Проще сделать это заранее, позаботиться не только о себе, но и о своей семье и о будущем своих детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова